Молодежное правительство В его состав вошли представители, как студенты, так и работающая молодежь. Впервые появились кандидаты не только из Иркутска, но и из других муниципальных образований – Тулунского района и Устилимска. Глава региона подчеркнул, что министрам важно взаимодействовать с молодыми коллегами, прислушиваться к их видению разных задач. Также губернатор призвал членов молодежного правительства включаться в крупные региональные мероприятия, такие как Международный молодежный форум «Байкал». Важно, что молодежное правительство стало реальным органом управления. Все идеи и мысли молодежи должны проходить через молодежное правительство, обрабатываться и передаваться в органы исполнительной власти. В ближайшее время у здания городской почты в Нижнеудинске будет благоустроенная площадка. К работам уже приступила подрядная фирма. Устройства тротуаров и клумб, а также асфальтирование ведутся по проекту «Народные инициативы». К укладке асфальта у строителей уже практически все готово, а часть, огороженную бордюрным камнем, отвели под озеленение – газон и клумбу. Чернозем уже завезли на объект. Также готовы к завершающему этапу работы по благоустройству территории, которая прилегает к зданию городского суда и музыкальной школы. В городе были проведены публичные слушания. Люди пришли, проголосовали за данную территорию. Администрация города разместила контракт порядка на 800 тысяч рублей. На въезде в деревню Буреть появилась стелла с названием и датой основания населенного пункта. Объект возвели с помощью усилий территориального общественного самоуправления «Ангара». По словам жителей деревни, идея создать такой монумент была уже давно, однако воплотить ее в жизни смогли только после получения гранта общественных инициатив Усольского района. Свою поддержку создателям проекта оказала и администрация Тайтурского муниципального образования. В торжественной обстановке участники события сняли покров с нового монумента и поблагодарили инициативных односельчан аплодисментами. А каждый, кто приложил руку к созданию, получил личную благодарность от главы Тайтурского муниципального образования Степана Буякова. Состоялось освещение территории Поклонного креста, который установлен при въезде в Саянск. Сквер Поклонного креста с благоустройством, которое произошло совсем недавно, стал живописным и уютным. На нем установили лавочки, провели освещение и озеленение. Напомним, что сам крест осветили осенью прошлого года. Уже сейчас это место стало отдушиной для многих горожан. Красивое место, и люди уже полюбили это место. И сегодня мы молитвенно обращались к честному и животворящему кресту Господню, чтобы силой креста Господь сохранил. Болельщик команды «Ермак» превратил свой гараж в музей ангарского хоккея. Истинному фанату здесь есть на что посмотреть. Его владелец Сергей Петров этим видом спорта увлекался в детстве. О музее и гараже среди местных поклонников хоккея знают многие и даже ходят на экскурсии. К Сергею Викторовичу приезжали игроки нового состава «Ермака». У тех, кто играет за клуб уже не первый год, экспозиция вызвала ностальгию. Здесь несколько сотен экспонатов. Некоторые вещи приобретались по объявлениям. Например, клюшка – самая ценная вещь. Изготовили ее около 30 лет назад специально для ангарской команды. По окончанию экскурсии игроки оставили автограф на память и поблагодарили Сергея Викторовича за многолетнюю поддержку на матчах. В конце 2014 года, в начале 2015 года, меня товарищ пригласил на стадион посмотреть матч хоккейного клуба «Ермак». С этого все и началось. Субтитры создавал DimaTorzok